Продолжаем информировать вас, уважаемые зрители, о ходе подготовки к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы России. Не так много времени остается до проведения выборов. Как известно, голосование будет проходить в течение трех дней. Многодневное голосование изначально задумывалось для равномерного распределения потока избирателей, чтобы минимизировать риски распространения инфекции. Практика показала, что трехдневное голосование понравилось пришедшим на участки. Также востребована возможность в случае необходимости проголосовать не только на своем участке. Избиратели, которым будет неудобно с 17-19 сентября прийти на участки, привязанные к их месту регистрации, смогут проголосовать там, где им удобно. Но для этого нужно подать заявление, что и делается ими в настоящее время. А голосование у нас, правильно вы сказали, будет длиться в течение трех дней. Это по решению Центральной избирательной комиссии 17-19 числа. Для чего это сделано? Для того, чтобы люди, поскольку у нас сегодня обстановка сложная, эпидемиологическая, поэтому сделали три дня, чтобы не было скопления людей на избирательных участках. Поэтому каждый избиратель, кто желает проголосовать, он имеет полное право, даже находясь здесь, или будет уезжать в командировку. У нас много командировочных здесь. Наши люди, жители района уезжают, поэтому подают заявление. На сегодняшний день подано у нас 31 заявление. 28 заявлений подано у нас непосредственно в Территориальной избирательной комиссии и 3 в МФЦ. Кто может проголосовать по месту нахождения? Это могут быть те, кто живет в другом месте. Сюда же относятся избиратели, уехавшие в командировку на отдых. Особых сложностей в подготовке к предстоящим выборам в Территориальной избирательной комиссии Славянская нет, поскольку эта работа проводится планомерно и есть уже большой опыт грамотной организации. Сейчас мы готовим учебу непосредственно с участковыми избирательными комиссиями, которым будем рассказывать новые нововведения, какие есть постановления, принятые в федеральные законы, которые есть у нас изменения. Поэтому я думаю, что выборы пройдут ровно, спокойно, потому что члены комиссии у нас опытные, многие проработали уже по 20 и более лет. Молодых таких вот у нас, если будет, то одна-две комиссии, где новые председатели. Но там есть мы спокойны за то, что там есть председатели, заместители председателей, которые проработали много лет. Таким образом, все, что запланировано, своевременно притворяется в жизнь. Мы продолжим рассказывать о подготовке к выборам в Госдуму России в следующих новостных выпусках. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».